Лимон содержит больше сахара, чем та же клубника. Но почему же он такой заразокислый? С вами профессор Гуглов, и мы начинаем. Поехали! Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, а то пропустите интересные ролики. А если ты хочешь выиграть тысячу рублей, как предыдущий подписчик, просто поставь лайк под этим видео, оставь комментарий, и если он не наберет лайки, ты победитель. Многие люди мечтают, чтобы путешествия во времени были реальны. Одни хотели бы отправиться назад в прошлое и исправить свои ошибки, другие же, наоборот, хотят посетить будущее. Но пока все они мечтают о такой возможности, находятся люди, которые считают, что путешествия во времени уже стали реальностью. Существует даже несколько исследователей, которые утверждают, что нашли доказательства путешествия во времени в Библии, древних индийских текстах и трудах короля Равана. Ну а кто-то даже утверждает, что он может путешествовать во времени. Как, например, этот мужчина. Его зовут Эл Билек, и он утверждает, что провел 6 недель в 2137 году и 2 года в 2749. Также он говорит, что побывал во многих других временах. Некоторые люди верят его рассказам, потому что некоторые из событий, о которых мужчина поведал, уже начинают происходить. Билек утверждает, что ему многое известно о проекте Монток, предполагаемой серией секретных экспериментов правительства США на базе ВВС близ города Монток, штат Нью-Йорк. Он говорит, что в этом месте исследователи занимались созданием психологического оружия и проведением разных экзотических исследовательских проектов, посвященных путешествию во времени, во время которых специалисты занимались созданием программ для контроля за разумом. Билек утверждает, что во время работы с исследовательской группой он несколько раз побывал на Марсе, а также был в 100 тысячном году до нашей эры и в 6037 году нашей эры. Так кто же такой этот Ал Билек? Это 57-летний мужчина на протяжении долгих лет, страдающий от амнезии. Чтобы разблокировать свои воспоминания, ему пришлось пройти несколько курсов лечения. Так мужчина и выяснил, что в 70-х и 80-х годах он работал на базе ВВС в Монтоке и что его звали Эдвард Кэмерон. Он работал над проектом вместе со своим братом Дунканом. По словам Билека, в 1983 году ему заплатили за то, чтобы он вместе с братом отправился назад в прошлое и уничтожил оборудование на корабле Элридж, участвовавшего в филадельфийском эксперименте. Билек утверждает, что он и его брат успешно выполнили поставленную перед ними задачу. Но что-то пошло не так, и они оказались в 2137 году, где 6 недель провели на больничной койке, оправляясь от ожогов. Затем, как утверждает Билек, после окончания лечения ему каким-то образом удалось оказаться в 2749 году, где он провел 2 года. По словам мужчины, он очнулся в больничной палате, где имелось технически продвинутое хирургическое оборудование. Этот мир будущего кардинальным образом отличается от нашего. В 2749 году для лечения используют вибрации и свет. А еще в это время люди создали летающие города, которые могут перемещаться в любую точку мира. Благодаря тому, что ученые научились управлять гравитацией, эти города могут парить над землей на высоте 4 километров. Что касается населения Земли, то оно гораздо меньше, чем сегодня, и составляет всего 300 миллионов человек. Наиболее густонаселенная страна – это США, где проживает 50 миллионов. В 2749 году в мире нет военных конфликтов и полностью отсутствует армия. Морского флота и ВВС нет, как и правительство. Его функции выполняет созданная в 26 веке компьютерная система, которая и следит за порядком. В будущем люди не пользуются деньгами. У всех есть пластиковые карточки, на которые они могут в любое время купить все, что они захотят. Люди двояко относятся к Билеку. Кто-то считает, что он старый чудак, медленно сходящий с ума, и что он сумасшедший, который верит в то, что он говорит. Ну а кто-то, наоборот, верит Билеку и считает, что он говорит правду. Так это или нет, мы никогда не узнаем, только Ал Билек знает, правдивы его слова или нет. Но если допустить, что он говорит правду, тогда получается, что будущее – прекрасное место для жизни. Там нет войн, нет перенаселенности, и никто не переживает насчет денег. Звучит неплохо, правда? А на этом все. И перед самым концом я тебя попрошу сейчас, прямо сейчас подписаться на мой второй канал, который называется «Ленат Гуглов». Зайди, посмотри, понравится, 100% уверен. Следующее видео на этом канале уже завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok